Продолжение следует... А, а я думал, что вы пришли в 5 утра. Мы пришли в 5 утра, да. Пришли в 5 утра? Да, мы ждем. А, это вы подошли к своему... А вы подошли. А вы здесь в 5 утра поздороваться и уйти? Да, мы... На прачу? Да. А вы пришли в 5 утра. Ну вот вы знали, что здесь продают марки? И вот первый день, когда... Ну сложно, сложно, типа... Крамница Мару. Мара. То есть вы давно знаете этот магазин? Это мой любимый магазин. Это ваш любимый магазин. Я в детстве сюда просто ходил, собирал марки. Мне нравится. Коллекционирует просто. Просто эти новые вышли, а украинец так часто выходит марки. А тут новые хотя бы вышли, но это интересно. Тем более ажиотаж, видите, сколько? Мне на ютуб-канале пишут, что здесь в основном стоят в очереди барыги, спекулянты. Вот. Ничего не обязательно. Ну, это некрасивые слова, знаете? Барыги, спекулянты. Спекулянты это в Советском Союзе, земля. А здесь просто любители, ценители прекрасного, наверное. Не знаю. Я к себе коллекцию. Я так по лицам езжу и по общению с кем я только здесь только общаюсь. Потому что действительно здесь, ну, те, кто когда-то коллекционировал, и сейчас опять еще вернутся в все отели, ну, и такие такие... Ну, вот на Центральном, там, конечно, да, люди некрасивые, скажем так, которые, наверное, зарабатывают на этом. А здесь, ну, в маленьких районах, видите, не так, на самом деле, много людей, а там прям очереди огромные. Я с вами знакомый, которые живут, там, они сказали, все, там, в 5 утра уже 200 человек было перед почтой. Ну, то есть... Это где? На Центральном. А, на Главпочтамке. Да, да. Ну, то есть, ну-ка. Ну, сейчас последние сведения, то, что очередь уже заворачивает на проведение. Ну, я вчера мне говорили, что тоже там так было. Поэтому, ну, это люди, да, так и зарабатывают. Ну, а вот Игорь Смельянский, это наш главный полюборист. Майстер Украины, но он сказал, что будет продолжение этой серии. Вот как вы считаете, ну, должен быть тираж больше или такой же, как и этих марок? Зависит, зависит, какие цели. Потому что если распространить тот мессендж, который на них написан, и вообще в политику, тогда надо больше. Чтобы, а если увеличить их ценность и вообще в мире, то, наверное, меньше. Чем меньше, тем они реже, тем они дороже. Относительно всех остальных марок и вообще любая продукция так работает. А если, скорее всего, здесь распространить мессендж и помочь, потому что деньги следуют как в государственную казну, а это все потом распространяется на военную технику, на помощь обездоленным, на помощь... То есть, буквально у нас тут буча, ерпень, шорицы... То есть, благотворительный какой-то выпуск. Ну, конечно, ну, то есть, лучше... И я прекрасно понимаю людей, которые продвинут. И нет ничего плохого, если это распространится по всему миру. И наша марка будет в каждой стране, и все поймут этот мессендж. И плюс, и этим же самым помогут государства. Да, купить. В этом ничего плохого нету. Это по сравнению с тем, что можно продавать в интернете, и то, что продают в интернете, это самое безобидное. Ну да, я согласен. Как нумизматика тоже. Те же монеты. Прекрасно. Я жду новых монет, кстати, тоже. Ну да, вы знаете, уже конкурс прошел, там было представлено около 80 работ. Вот, практически все были выставлены на голосование. Это уже было, наверное, начало марта или середина марта. Но о результатах до сих пор еще ничего неизвестно. Какая монета выиграла? Я тоже жду, жду. Это очень интересно. Сейчас просто происходят исторические моменты, в принципе. Прекрасно, я думаю, всем понятно. Про войну и все остальное, про нападение России на Украину. И быть в этот момент, жить и оставить себе марк, оставить себе монеты. Ну, какое-то материальное свидетельство исторических событий, свидетелями которых мы были. Да, чтобы потом это сказать, передать, это нормально, я считаю. Это как передавались многие также марки, многие монеты, всякие семейные ценности. Они что-то так передавались в такие необычные периоды жизни. А в Украине, к сожалению, или к счастью, было достаточно много. Спасибо вам большое. Было приятно познакомиться с вами. Вам удачи в пополнении вашей коллекции. Много-благо. Ну, просто много себя. Спасибо. Много-благо. Много-благо.